Стало известно, кто же может стать счастливым обладателем в ближайшее время статуэтки «Оскар». Так вот, если говорить о категории «Лучший фильм», то в ней можно увидеть экранизированную версию романа «Ремарка» на Западном фронте без переменов, у непроисходящего в Украине сюжет книги, по сути, проживает вторую славу. А вот у кого из актеров есть шанс получить все ту же заветную статуэтку. Накануне Американская киноакадемия объявила номинантов на ежегодную премию. Лидером по количеству номинаций стал фильм «Все, везде и сразу». Его заявили в 11 категориях. Среди них «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Следом идут кинокартины на Западном фронте без перемен и банше, и не ширина. Они заявлены в 9 номинациях. 8 раз упомянут фильм Стивена Спилберга «Фабельманы». Кстати, именно на него делает ставку известный казахстанский кинокритик Олег Борецкий. По его мнению, итоги кинопремии вполне предсказуемы. Я думаю, что лучшим фильмом станет картина Стивена Спилберга «Фабельманы». Я думаю, заслужена из той десятки, что номинированной по этой позиции. Скорее всего, он же получит награду как лучший режиссер. Еще одним из фаворитов, на мой взгляд, является картина Макдонны, которая называется «Банше и не Шерина». Возможно, она получит Оскар за сценарий и, возможно, за актерскую работу Колина Фаррелла. Если говорить о мужской роли, там всего три мужских роли номинированы и одна женская. Что касается женской роли, я думаю, что на третий свой Оскар идет Кейт Бланш. Это за фильм «Тарр». И это, опять же, заслуженно будет. Лучший фильм на неанглийском языке, как правило, это иностранный фильм. Я думаю, есть все шансы у Аргентины и у Германии на Западном фронте «Без перемен». Из анимационных фильмов мой фаворит – это «Пиноккио дель Торо». В числе номинантов небезызвестный по своим рекордным кассовым сборам фильм «Аватар», «Путь воды» и «Топ-ган» «Маверик». Правда, практика показывает, что на этот фактор киноакадемия ориентируется редко. А попадание этих двух картин в список номинантов уже есть знак определенного качества. Основное голосование, которое определит победителей, будет проходить со 2 по 7 марта. А сама 95-я по счету церемония награждения состоится 12 марта в Лос-Анджелесском кинотеатре «Долби». Ведущим уже в третий раз станет американский комик Джимми Киммел, который, кстати, обещал обыграть прошлогодний скандал с Уиллом Смитом и Крисом Роком. Известно, что во время церемонии объявят победителей во всех 23 категориях после критики прошлагоднего награждения, когда имена обладателей восьми статуэток были названы еще до начала церемонии. По предварительным подсчетам трансляцию должны посмотреть жители 200 стран мира. Правда, число зрителей не называется даже примерное. В последние годы популярность церемонии сильно упала из-за скандалов и обвинений в излишней политизированности мероприятия. Что ж, посмотрим, каким будет «Оскар» в этот раз. Эльмира Ержанова, Азамат Кубегенов, Студия 7. Друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал Студия 7. Там вы найдете эксклюзивное интервью, массу аналитических материалов. Таких не делают нигде на нашем казахстанском ТВ. Жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы их все читаем. С нами все станет понятно.